Привет! Как дела? Наконец-то я заказала комодики в коридор и сегодня я начинаю красить стену. Вот так вот выглядит наш коридор. Я тут принадлежилась в своей любимой тренике. Написано экстрастаси, то есть супер дерзкая. И сегодня мы будем красить только вот эту стену в синий цвет. Для этого сначала нам надо по потолку проклеить скотчем, чтобы была ровная линия. В общем, посмотрим, как это все будет выглядеть, как это получится. Итак, поехали! Куплена у нас вот эта краска, про которую я рассказывала. Спонжик, пат. Надо, кстати, снять эту. И кисточка. Еще есть валик. Папсин это называется. В общем, тазик. И еще одна кисточка. Не знаю, что из этого пригодится. Пожовем, посмотрим. Здесь я уже покрасила. Помните, рассказывала про аэрозоль? Закрасим. Не пошел аэрозоль. Будем красить его не краской. Посмотрим, как получится. Нет, значит, будем переклеивать обои. А пока поставим газетки, чтобы не замазать полы. Ну вот, наконец-то пригодились перчатки не для вирусного назначения, а для покраски стен. Пирог готовится к работе. Вот такого цвета краска нам смешали. Посмотрим, как это все будет выглядеть вживую на стене. Чуть-чуть перемешаем. Вот цвет получается вот такой. Не знаю, видно или не видно. Ковер. Самым простым оказалось красить вот этот угол, который уже был покрашен. Краска ложится легко и удобно. Будет немножечко светлее, чем было до этого. Посмотрим, что высохнуть должна краска. Ну и все спонжиком тут пройдусь, чтобы выровнять все эти полносочки. В принципе, немного плохо получается. Тут у прихожей надо очень четко прокрасить вот этот угол. Будем надеяться, что ничего не запачкаем. Вообще углы это самое сложное в покраске стен. Сейчас я возьму уже спонжик и всю вот эту вот стену быстренько, мне кажется, прокрашу. Все прокрасила все углы и потолок. И осталось только вот этот угол. Ну вот теперь попробуем покрасить валиком. Как это все будет. Сейчас посмотрим. Размешаем тут еще какие-то застои. Чтобы краска была полностью одинаково, монотонно. Это можно размазать здесь где-нибудь. Кисточка нам сейчас не нужна. Сейчас надо пользоваться валиком. Вот как хорошо получается. Итак, размазываем валик краской. Вот здесь его промокаем. И поехали на стену. Краска шикарная ложится. Краска шикарная ложится. Краска шикарная ложится. Обалденно. Мне прямо нравится. Красить. Ну вообще ничего так не получается. Мне нравится. Ну посмотрим, как оно будет там дальше. Так, надо еще краски налить. Как раз вот эти стыки смажем. Открываем. Крышечко. Из дверочек. И поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, в принципе, и закончила я красить эту стену. Теперь она у нас будет в синих томах. И, в принципе, неплохо легла краска. Ну, конечно, кое-где еще пузыри. Здесь вот еще можно подкрасить. Для чего мы покрасили стену в коридоре в синий цвет? Для того, чтобы поставить вот сюда белоснежные комодики. Глянцевые, такие же, как вот у нас вот эти шкафы стоят. Мы заказали 30 сантиметров глубиной. То есть они вот до сюда будут. То есть, в принципе, у нас еще остается проход. Ну, достаточно большой проход. Сюда повесим большое белое зеркало. И по бокам большого белого зеркала будет у нас вывешена фотогалерея лондонских фотографий в белоснежных рамочках. Думаю, будет красиво. Как все получится, расскажу и покажу. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. Маля Агнастя. До скорых встреч. До скорых встреч.